В 2019 году в Тамбовской области произошли 1326 аварий, в которых погибли 155 человек и 1741 получили ранения. Относительно 2018 года эти три показателя сократились. Однако статистика всё равно неутешительная и ей обеспокоены в администрации Тамбовской области. Проблемам безопасности на дороге посвятили расширенное заседание межведомственной комиссии. Предлагаю сегодня на совещании заслушать выступающих в порядке установленного протокола, ещё раз обсудить совместно меры, которые мы готовы и способны принимать в 2020 году для достижения целевых показателей, для того, чтобы мы всё-таки действительно снизили те не совсем хорошие вещи, которые у нас происходят на дороге. Один из главных вопросов – высокая смертность. В 2020 году только в 11 ДТП погиб 21 человек. Чаще всего они происходят на федеральных трассах. Серьёзная авария случилась 14 февраля на трассе Р-22 в Сампурском районе. Большегруз «Фотон» и «Газель» столкнулись лоб в лоб. Пять человек скончались на месте, а позднее спасатели обнаружили тело шестого погибшего. В чём же причина высокой аварийности? В плохом состоянии дорог или всё-таки в беспечности водителей и пешеходов? Давайте узнаем мнение горожан. Дороги плохие, люди выбраны. Сколько после вот этих вот оттекелей и не делается ничего? Я думаю, какая-то беспечность всё равно. Вот посмотришь, садишь, вот я, например, всегда жду. А посмотришь, некоторые вот прям вот, вот сейчас, вот сейчас зелёное загорится. Нет, не знаю даже, я вот не понимаю это. Это виноват. Я немного связан был с дорожной службой. Если вовремя убирать вот этот гололёд и снег, пускать грейдер, чтобы сняли вот это вот, налить. Нет, виноваты люди, которые думают, что они боги. А почему вот они, почему вы считаете, что они бы замнили себя богами? Ну, потому что для них, скажем, правила дорожного движения ни о чём. Они пересекают сплошные и так далее, особенно на обгонах. Не смотрят совершенно, что стоит, какой знак стоит. Мнения разнятся, а истина где-то посередине. Легкомыслие или усталость и правда может привести к трагедии. Так, в начале января на трассе Р-22 Каспий водитель уснул за рулём и врезался в другую машину. Что касается проблемных участков, они тоже есть. Но власти уделяют им особое внимание. Дороги ремонтируют, на них появляются новые светофоры, пешеходные переходы и дополнительное освещение. Следят и за погодными условиями. Могу сказать, что в текущем году зима, она не снежная. Дорожные службы справляются с своей работой. То есть мы видим, что транспортные средства постоянно, дорожных служб постоянно находятся в работе. Проводится контроль со стороны госавтоинспекции. Этот контроль осуществляется не только в дневное время, но и в ночное время. В 2020 году меры усилят, о чём и говорили на заседании. Пусть вместе с ними усилится и ответственность самих участников дорожного движения. Тогда аварийность и смертность на дорогах действительно снизятся. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова